Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Познакомились с молодым человеком 3 месяца назад. Он то нравится, то разражает это отношение ко мне. То у него придирки, то он в любви признается. Скажите, что это? На более таком высоком, на более поверхностном, если хотите, уровне, то есть вы описываете, можно его вполне назвать придирки. Люди, когда придираются друг к другу, в частности, начинается все с любви какой-то, да? Начинается всего с каких-то ощущений на сближение идущих. Вот. То есть, то есть, ну, когда, ну, по сути, по сути, что происходит? По сути, происходит то, что, значит, люди идут, ну, навстречу друг другу. Люди вот, они как-то вот, так скажем, чувствуют, чувствуют такое желание сблизиться. Вот. То есть, ну, хочется, хочется, хочется что-то делать, да? Вот. Хочется, ну, я имею в виду, для человека хочется что-то делать. Вот. Хочется быть к нему как-то ближе. Но, вот, момент тут заключается в том, что, когда это ближе происходит, то выясняется, что в этом ближе, да, не очень, не очень комфортно в этом ближе. Это ближе, и оно становится болезненным. Оно становится, может быть, даже неприятным. Вот. Потому что сближения происходят слишком быстро. Или сближения происходят, может быть, и не быстро, вот, в этом смысле. Но оно происходит, ну, неконтролируемое, да, под, ну, под всплеском. Эм, каких-то, ну, чувств, вот. И, в общем, в общем, в общем-то, в общем-то, человек становится не по себе. И, значит, вместе с тенденцией на сближение, когда, ну, хочется сближиться, то есть, появляется тенденция на отдаление, вот, ну, а, соответственно, человеку нужно себе как-то это объяснить, объяснить, вот, и вот объяснение, оно вот такое. То есть, так человек себе это объясняет, ну, вот, ну, расчеты или плохо, да, мы говорить не будем, вот. Вот, я думаю, что почти никогда, почти никогда не бывает по-другому, вот. Вот, я думаю, я думаю, что почти всегда возникают, возникают вот такие, ну, такие моменты, почти всегда возникают такие элементы, почти всегда тяжело, вот. Вот, если человек не опытный, не опытный, не опытный, да, то почти всегда тяжело, вот, переживать вот эту вот историю с сближением, вот. Потому что сначала хочется одного, потом хочется другого, и сам себя, человек, на самом деле, может раздражать. Ух, вот, и тут, 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 ну, тут ничего, ничего не поделать абсолютно, и, ну, относиться к этому, на мой взгляд, нужно, ну, по возможности, как-то все-таки спокойно, да, потому что это не означает, там, что человек, человек, там, любит, не любит, не любит вас, или, там, что-то еще, да, нет, он может быть вас и любит, просто вот у него есть такие моменты, и у вас такие моменты тоже есть. Вот. Вот. На поверхностном уровне, это вот работает примерно так, примерно такая история. Ну, вот. Есть, есть, есть еще уровень более глубокий, о котором тоже нужно сказать, ну, вот. И вот на этом уровне, на более глубоком уровне, то, что вы описываете, есть страх близости, вот. То есть, есть страх сближения, когда я боюсь сближаться с тобой. Я не знаю, что мне делать в сближении. Я не знаю, что мне делать в сближении. Потому что, когда я в сближении, то я чувствую себя, ну, как-то вот некомфортно, я чувствую себя странно, я чувствую себя, может быть, даже мне страшно в сближении. То есть, вот, ну, по-разному бывает, тут, 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 совершенно много, ну, очень много, очень много моментов, вот, и не всегда есть ответы. Не всегда есть ответы. А, что, что, что вообще делать, делать, вот. А, это, да, становится возможным, вот, такая уже история становится возможным. Возможно, и когда есть проблема личной границы. То есть, в принципе, есть проблематика вот эта, что я не очень понимаю, где я, а где ты. Где моя ответственность, и то, что я делаю, а где твоя ответственность, и то, что ты делаешь, и ты. И вот тут очень важно понимать, что это не решается уже, это не притирка. Это не притирка. Это проблема. Это проблема. И проблема, это просто так не уйдет она от себя, она не уйдет, не исчезнет, как бы не хотелось, вот. Потому что есть причины, во-первых, по которым у человека нет личных границ, или они слабые. Есть причины, по которым так. Есть выгода у человека, вот. То есть, человеку выгодно еще, еще выгодно. Ну, в таком, ну, в такой позиции, да, в таком положении, если хотите, находиться, находиться. И это выгодно как вам, так и молодому человеку. Какая выгода, очень-очень простая. Безопасность. Ну, вот. То есть, ну, вот. В этом, в этом состоянии, да, в таком состоянии, я чувствую себя в безопасности. Вот. Вот. И, собственно, я не хочу эту безопасность терять, ну, терять. Да, то есть, то есть, то есть, вот. Значит, боюсь ее терять, боюсь с ней расставаться. Вот. Боюсь, что вот там, где мне безопасно, да, вот. Там мне будет больно. То есть, вот видите, механизмы психологической защиты, да, отсутствие личных границ, воспринимается человеком как защита. Вот. И, соответственно, тут возникает множество конфликтов, вот, внутренних противоречий. Когда мне, вроде бы, и хочется, эм, ну, хочется пойти на сближение, эм, хочется. Вроде бы, вроде бы, хочется опять пойти на сближение, эм, в то же время я боюсь идти на сближение, потому что оно, ну, для меня, может быть, шревато. Вот. Вот. То есть, оно, может быть, эм, это сближение, для меня, может быть, болезненными, я вот, эм, ну, не знаю просто, что мне делать, если, если вдруг мне станет больно. Вот. Вот. То, что мне станет больно, я не сомневаюсь. Вот. Работать с личными границами, эм, в первую очередь, вот, здесь. Понимать, что, вот, в той или иной степени, эм, присутствует, эм, некая, 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 некая такая история, эм, недоверие в себе, вот. Вот. Причем, причем, недоверие, недоверие в себе, оно, оно, эм, такое, довольно сильное, это недоверие, довольно сильное. Вот. Это недоверие, оно, ну, выражается прямо, эм, в том, что, ну, э, себе я, э, себе я не доверяю, вот. А, вот, я, вот, хочу доверять там, ну, э, чему-то, э, ну, чему-то, э, во вне хочу доверять, вот. А, что это во вне, я не знаю, вот, ну, поэтому, вот, это, это должен быть другой человек. Вот. Как-то, как-то так, если вы чувствуете, ну, если вы чувствуете, если у вас есть какие-то, вот, значит, предположения о том, что, э, это у вас обоих. Ну, вот, если у вас есть такая мысль, у вас, что у вас это у обоих, то, я думаю, э, очень, э, правильно было бы, если бы вы вместе с, э, молодым человеком, да, вот, либо вместе, либо, э, каждой полуотдельности, э, значит, э, обратились бы к, э, психологу и, вот, уже, э, вместе, э, с, э, психологом, да, э, поработали бы на эту тему. То есть, на тему, э, на тему, вот, как раз, э, своих личных, личных, личных границ. Субъективно, э, э, подобное поведение может быть оправдано, э, тем, что, э, люди боятся, не хотят нарушать тот, тот образ, э, который они построили, построят. То есть, если, э, мое, э, чувство, да, направлено к, э, не контролируется, и никак не проживать со мной, а стремиться к отреагированию, то в определенный момент я начинаю чувствовать какое-то истощение. В определенный момент я начинаю ощущать, что не могу больше так, что устал, что мне тяжело, что мне трудно, что это уже не я, и вот тогда просыпается чувство от, и сразу эти качели происходят. Кроме этого, есть важный момент, который заключается в полноте взаимодействия между людьми. Вы познакомились 3 месяца назад, как Вы общаетесь, что между Вами общего, что Вас связывает, как Вы взаимодействуете друг с другом, какими своими проявлениями Вы соприкасаетесь. Да, у человека множество проявлений, у человека много ролей, у человека много сфер, и если люди взаимодействуют, например, только в гендерной сфере, то остальные сферы ущемляются, косвенно проявляются в доступной сфере, в том числе, как позитивно, да, чересчур, так и негативно. Поэтому расширение области взаимодействия очень позитивный момент. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова